Вновь с вещами и еле держась на ногах. Прошлое заседание по МАКу закончилось стрессом для всех подсудимых. Дарью Бетюцкую без сознания увозила скорая помощь. Больницы откачали, привели в чувство и отправили домой. Сегодня она и другая обвиняемая в зале. А вот Сергея и Сиренко доставлять не стали. После пятничного эмоционального срыва ему дали возможность взять слово по видеосвязи. Сиренко, вам предоставляется последнее слово. Я понял, Ваша честь. Я буду выступать последним словом только в судебном заседании, а не по телевизору, не видя Ваших глаз. У меня болит головами неплохо. В судебном заседании объявляется перерыв для уточнения состояния здоровья. Спустя полчаса судья возвращается в зал судебного заседания. Вердикт Сиренко по медицинским показаниям может участвовать в слушании. Я не могу участвовать в судебном заседании. У меня в поле кружится голова. У меня давление более 170. Если вы считаете, что человек с давлением 170 может адекватно оценивать ситуацию, тогда хорошо. Давайте выносите свое решение. Я сказал все. Суперняется замечательная комната, которая я выбрала 22 октября в 10 часов. Адвокаты говорят, что это существенное грубейшее нарушение. Она не могла решить его последнего слова. Так как в стадии прения она могла это сделать. Последнее слово в принципе нелишаемо. Они были дико удивлены, что она вообще так поступила. Адвокат обвиняемых уверен, что Сергея осудят минимум на 10 лет колонии. Его продавцов на 8. Себя Селенко уже готовит апелляционную жалобу и готова дойти до Верховного суда, чтобы доказать, что маг для булочек не несет вреда здоровью. Оглашение приговора назначено на пятницу. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.